Самое поразительное отличие касается роли и положения женщин. И это выражается в различных правилах ношения чадры. Эта египетская семья верит, что с трехлетнего возраста все девочки должны носить хиджаб, который закрывает горло и шею. А когда они достигают половой зрелости, они должны носить никаб, головной убор, который оставляет открытыми лишь глаза. Мой муж предложил мне прятать свое тело, чтобы угодить Богу и угодить ему самому, ведь его будут судить по моим поступкам. И я сделала так, как он захотел. Все в женщине обольстительно, поэтому Бог хочет, чтобы она была полностью закрыта никабом. Если таково желание Бога, значит, и я этого хочу. Ночной клуб в Каире, в нескольких километрах отсюда. Здесь чадра не нужна. Мужчины и женщины свободно общаются. Здесь разрешено все, что не выходит за рамки законов этой мусульманской страны. Но даже эти женщины не отважились бы выйти на улицу, не закрыв лицо. Специального закона, требующего этого, не существует. Но по общему согласию, женщины должны носить чадру. В других странах мусульманского мира ношение чадры является обязательным. Женщины, живущие здесь, в Иране, одеты одинаково. На них паранжи, которые закрывают их волосы и всю верхнюю одежду. Незакрытыми остаются лишь лицо и кисти рук. В Саудовской Аравии закон предписывает всем женщинам закрывать все тело целиком, включая кисти, рук и лицо. А в мусульманской Турции ношение чадры остается предметом дискуссий. И основные правила постоянно меняются. Когда я иду по улицам Каира без платка, я чувствую определенное давление. Ведь я выгляжу не так, как все. Это привлекает внимание и зачастую негативное. 30 лет назад такого понятия, как хиджаб, в Египте не существовало. Так было до 1974 года. Я не видела ни одной женщины в платке. Если посмотреть похороны президента Нассера в сентябре 1970 года, вы не увидите там ни одной женщины в платке, хотя на улице Каира тогда вышло 7 миллионов египетских мужчин и женщин. Похороны Нассера стали поворотным пунктом. 16 лет этот харизматический лидер Египта оставался на мировой сцене, внушая арабам по всему миру свое видение объединенной светской арабской сверхдержавы. Но надежда, которую он поселил в душах арабов, была уничтожена экономическим спадом и сокрушительным поражением от израильтян в 1967 году. В каком-то смысле, миллионы людей, которые плакали у него на похоронах, оплакивали не только уход когда-то великого лидера, но и крушение мечты, мирской мечты. Вдруг у нас не осталось никакой опоры. Нам нужно было искать что-то новое. И многие молодые люди, родившиеся в 70-х годах, стали первыми, кто начал бороться за религиозное самосознание. Так что же говорится в Коране об обязанности женщины носить чадру? И скажи женщинам, верующим, пусть они потупляют свои взоры и охраняют свои члены, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из них, пусть набрасывают свои покрывалы на разрезы на груди, и пусть не показывают своих украшений. Как один из самых высокопоставленных мусульманских лидеров в мире трактует фразу «пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из них?» Большинство духовных лиц сходятся во мнении, что фраза «только то, что видно из них» означает кисти рук и лицо. У религиозных мужчин были жены и дочери, которые не носили хиджаб до 70-х годов. Как так случилось, что они вдруг осознали, что хиджаб необходим? Это не единственный парадокс. Другие ученые трактуют тот же стих в Коране, как четкое предписание женщине полностью закрывать свое тело. В Коране, в суре «Аль-Нур», четко оговаривается форма одежды для женщины. В этой суре говорится, что лицо, глаза, губы и женская красота – все это украшения женщины. Чедра должна закрывать лицо и прятать красоту. Лицо не должно быть закрыто. Это не является законом ислама. Это не предписание Корана. Этот обычай появился раньше возникновения ислама, до рождения пророка Магомета. Это был простой обычай бедуинов. Короче говоря, женщины-мусульманки должны закрывать все свое тело, за исключением лица и кисти рук. Я много раз читала Коран и читала хадисы. Кроме того, я читала разные трактовки Корана. и убеждена, что я не обязана носить хиджаб. 15 лет назад я могла дискутировать на эту тему с религиозными мужчинами. Сегодня же разговаривать об этом для меня практически невозможно. Если ты начинаешь об этом говорить, значит, ты богохульствуешь. Жизнь в чадре. Сейчас 7 часов утра. Мы находимся в квартире Ханан Кемаль и ее мужа Мустафы в Каире. Они собирают своих детей в школу. С одной стороны, это обычный день, а с другой нет. Присутствие съемочной группы вынуждает Ханан надеть никап, ведь сейчас она уверена, что обязана надевать его перед всеми мужчинами, за исключением ближайших родственников. До помолвки с Мустафой, который работает шофером, Ханан была практикующим юристом. Но после свадьбы она отказалась от работы, надела никап и посвятила себя заботе о семье и содержанию дома. Она говорит, что Мустафа не влиял на ее решение. Только Бог призвал ее носить никап. Люди не могут повлиять на то, что с ними происходит. Только Бог направляет их. Аллах вознаградил вас за вашу преданность? Да, конечно, благодарение Богу. Я очень волновалась, когда решилась на этот шаг. Мне казалось, что никап будет меня ограничивать. Я со страхом решилась на этот шаг. Мне казалось, что в любой момент я могу вернуться к прежнему образу жизни. Но благодаря Богу именно в это время я чувствовала себя дома, с мужем и детьми, наиболее спокойно и комфортно. Когда я надела никап, я стала ближе к Богу. Вы пожертвовали успешной карьерой, чтобы заниматься домом и носить никап? Не слишком ли большая жертва в финансовом и личном отношении? Каждому, кто отдает себя Богу, воздается сполна. Я не чувствовала, что что-то потеряла. Напротив, мой муж нашел более престижную работу, и моя жизнь стала намного лучше, когда я посвятила себя детям и мужу. Ну и, конечно, мое отношение к Богу стало более глубоким. Чедра – это сложный символ. Для женщин-мусульманок он имеет несколько значений. Для таких женщин, как Ханан, которые решили носить никап, это символ преданности Богу и мужу, хотя ему приходится отдаляться от мира. Другие женщины носят чедру, чтобы заявить о своем положении. Я очень горда тем, что я мусульманка. Я горжусь своей индивидуальностью, своим платком и тем, что он означает. Лина Фози проводит обучающие программы в сельских районах Египта. Она закончила университет и много путешествовала. И для этой группы, которая в основном состоит из мужчин, она – авторитет. Пять лет назад, когда Лине было 26 лет, она развелась. Почти сразу после этого она решила носить хиджан. Я помню, как я первый раз вышла на улицу в платке. И я помню, что я тогда чувствовала, так Бог хочет оказать честь женщине. Надевая платок, женщина требует уважения к себе. И я чувствовала, что он придал мне достоинство и почет. После развода Лина вернулась жить к родителям. Ее ближайшие подруги, такие же, как и она, свободные женщины, которые закончили университет и много путешествовали. Они разделяют ее взгляды и придерживаются тех же обычков. Многих из поколения ее родителей эта тенденция сбивает с толку. Просто однажды утром в пятницу Лина это сделала. Я была поражена. Вот так, утром в пятницу. Ну, вообще-то это было в субботу. Да. Она надела платок, вышла из своей комнаты и сказала, «А вот и я, теперь я ношу хиджаб». Если быть честной, то я была не слишком довольна. Вернее, я была совсем недовольна. Потому что я не думаю, что волосы – это что-то, что женщина должна прятать. Так я считаю. Я думаю, что мои волосы – это все равно, что моя плоть. В одном стихе Корана говорится, что женщины-мусульманки не должны показывать свою естественную красоту и свои естественные украшения, за исключением того, что видно из них. Из-за этой фразы разгорелся весь спор. Что следует из этой фразы? Она касается лица или кистей рук, а может быть глаз, волос. Все трактуют эту фразу по-разному. Но дело не в стихе из Корана. Наверное, многие рассердятся на меня, если я скажу, что Бог сам мог сказать, что женщины должны закрывать волосы. Но это не было упомянуто. Это было сказано в отношении жен пророка. Лично я не могу отрицать, что мои волосы – это часть моей естественной красоты. В душе я чувствовала, что Бог просил меня, как мусульманку, закрывать эту часть тела.